Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидьте Иисуса в действии. Служение Расцвет пробуждения. С Хермесом Фалька-младшим. Привет и добро пожаловать на программу «Расцвет пробуждения». Это я, ее ведущий, Хермес Фалька-младший. Я очень счастлив снова быть с вами. Мы вместе что-то получаем от Бога в каждой нашей программе. Я верю, что каждая программа должна нести в себе послание, которое взрывает вашу веру и созидает ваш дух в Слове Божьем. Я верю, что сегодня не исключение. Оставайтесь со мной до конца программы. Вы услышите мою недавнюю проповедь. Я проповедовал в Германии в русской церкви. Это было мощно. Бог двинулся в исцелении больных, в освобождении людей, в пророческом Слове. Это служение в Германии было потрясающим. И также вы увидите чудеса, которые происходили в разных странах мира. Бог двигался в исцеление. Его помазание освобождало больных и угнетенных, избавляло измученных. Это действительно стало печатью одобрения на нашем служении, утверждая его чудесами и знамениями. Вы увидите отрывки видеозаписей исцеления, которые помогут расти вашей вере, если вам нужно исцеление или если вам нужен прорыв. Я верю, что такие свидетельства являются удивительным ключом, открывающим веру людей в невозможное. Потому что нет ничего невозможного. Каждый раз, когда мы рассказываем свидетельства, мы воздаем Богу славу и возвещаем людям, что то, что Бог сделал для кого-то, Он может сделать и для них. То, что Бог совершил для кого-то в Бразилии или в Америке, или в Филиппинах, или в Финляндии, Он может сделать и для вас, дорогие наши телезрители. В конце программы я буду молиться о вас. Мы помолимся вместе, объединенные верой в то, что Бог двинется в вашей жизни. Я прошу вас быть готовыми принимать сегодня от Бога. Мы верим, что Бог будет касаться людей через сегодняшнюю программу. Спасибо, что вы смотрите нас. Для нас привилегия быть с вами. Я хочу вдохновить вас быть с нами на связи через наш сайт, имейл, фейсбук, твиттер и другие соцсети. Вы можете следить за нашими новостями, поддерживать с нами связь. Так мы сможем лучше послужить вам и послужить телу Христа по всему миру. Послушаем проповедь из церкви в Германии. Потом мы увидим с вами чудеса. И в конце мы будем молиться о вас. Поэтому, дорогие, не переключайтесь. Выйдите из зоны комфорта. Увидьте Иисуса в действии и будьте частью этого. Присоединяйтесь к нам в Миссии Чудес в Бразилии 2017 с Хермесом Фальком-ладшим и Чарли Шэмпом с 1 по 9 июня. Вы увидите чудеса, спасение, сострадание бедным, а также служение детям. Давайте делать историю вместе. Зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайтах, адреса которых вы видите на ваших экранах. destinyencounters.com Римлянам 8, 11 Если вы уже нашли это место, скажите «Аминь». Аминь. И если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущих в вас. Где Он живет? In us. Скажи «Во мне». Прямо здесь. Во мне. Скажи. Если ты верующий, то присутствие Божие, оно в тебе. Божий идут в тебе. Он не на далекой планете. И тебе нужно искать Его, где Он. Он не летает где-то далеко, вокруг. Он внутри. Он в тебе, Он внутри тебя. И Библия говорит, И Библия говорит, что тот Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, тот же самый Дух живет в себе. Это значит что-то. Это значит, что мы внутри нас носим Дух Воскресения. Сила Воскресения внутри нас. Дух Божий Это Дух Божий, тот же, который парил над водами. И мир был сотворен Словом. Это творящий Дух. Все, что вы видите, Бог сотворил Силою слов, которые Он сказал. Он сказал, да будет свет. И свет произошел. И Он сказал, да будет океан. И океан сформировался. Все, что Иисус провозгласил, Все, что Бог провозгласил, Это точно то сделалось. И Дух Святой Это самая сильная личность во всем мире. Во всем универсуме. И я хочу сказать, что это очень важно, Потому что многие не понимают, Кто такой Дух Святой. Я люблю проявление Духа Святого. Я люблю видеть, когда люди находятся под силой Бога. Но сегодня я хочу что-то особое сказать. А люди падают, И другие показывают на них пальцем, И говорят, вот Дух Святой. Да, это проявление Духа, Когда люди падают от Его присутствия. Но это не значит, что вот это Дух Святой. Дух Святой это не энергия. Это не какая-то странная сила. Это личность. Кто говорит, Думает, Говорит, Слышит, Отвечает. Это личность. Это человек, который имеет личность. У него есть черты характера. Дух Святой можно огорчить. Дух Святой может высвобождать радость, Как мы вчера вечером увидели. Ей нравится радость. Мы все любим радость. Кто не нравится? Кто не нравится? Не нравится радость? Я говорю вам, Религии не нравится радость. Религия ненавидит радость. Но Дух Святой Это личность. Он тот, который все создал. Но когда пришло дело к человеку, Все, что он провозгласил, Оно исполнилось. Но когда Бог творил человека, Бог сказал, Сейчас будет по-другому. Сейчас будет другой метод, Которым я буду пользоваться. Я использую что-то так другое, Чтобы они будут знать, Что он очень дорогой и ценный. Я не буду говорить слова, Чтобы человек ожил. Он мог сказать, Да будет человек. И это бы произошло. Он сказал, Да будет человек. И человек произошел. Он Бог. Он мог бы так нас говорить. Но он сказал, Сейчас я хочу что-то другое сделать. Потому что я покажу каждому, Каждой твари, Что я делаю шедевр моего творения. И в Библии написано, Давайте сотворим человека. Потому что Бог это три в одном. По своему образу. И подобию. И Библия написано, Что он чертил пальцем по земле. Рисовал. И когда он брал землю, Он не говорил. Он говорил, нет. Библия говорит, Что он вдохнул, Из себя, Со своей жизни, Со своей природы, Своей силы. И все, что было внутри него, Он передал человеку. Его жизнь. Его дух. Из себя. Он сделал, И вдохнул в человека. И написано, Библия говорит, Что когда он вдохнул, Тогда человек стал человеком. И Библия говорит, Что Бог дал власть И управление Над всем миром человеку. И дал позицию власти Над всем творением. Настолько много власти, Что именно Адам, Человек называл Животных именами. Вы можете представить себе, Бог не делал это сам, Он дал эту власть Адаму. Вы можете это себе представить? Почему? Потому что Бог Себя вложил в человека. Но мы также знаем, Потому что было падение. Человек передал власть, Который дал ему Бог Сатане. И поэтому Павел Называет Сатану Руководителем этого мира. Естественно, С маленькой буквы. С маленькой буквы. С маленькой буквы. Когда он стал Богом этой земли? Когда? Нет. И он передал эту власть Тогда, когда Сатана стал Царем этого мира, Тогда, когда Адам Передал ему эту власть. Когда Адам согрешил, Он перешел В сделку с дьяволом. И он добровольно Отдал свою власть Сатане. И он добровольно Отдал свою власть Сатане. Он не мог Побить Адама И забрать власть. He couldn't just say No, I'm gonna steal Адам's authority Right now. I'm gonna beat him up And get his authority. И дьявол не мог Побить или Забрать или украсть Эту власть от Адама. He couldn't do it. Он не мог это сделать Because Adam Was full of the spirit of God. Потому что Адам был полон Духа Божьего. И Адам носил Эту природу Бога На себе. И Адам носил Эту силу И власть на себе. So the devil Could not just You know I'm gonna Steal it from him. He couldn't. He couldn't even Kill him. There was nothing The devil could do. Нет ничего такого Что дьявол мог бы сделать С человеком. Except one thing. Кроме одной вещи. His strategy. Это его стратегия была. Which he still uses today. И эту стратегию Дьявол использует до сих пор. His most powerful weapon. Это самое сильное оружие дьявола. A lie. Ложь. Ложь. And all he used was this. И все, что он использовал Это было это. Did God really say? Неужели ты думаешь Бог сказал? That if you eat of this fruit You shall surely die. Когда вы съедите От этого плода Вы умрете. Eve, let me explain Something to you. И, Ева, Да, я тебе что-то объясню. It is not exactly As God said. Это не совсем Точные слова Которые сказал Бог. He did not mean Exactly what he said. Он не хотел сказать Вы умрете. Let me tell you a secret. Да, я тебе скажу секрет, Ева. The reason why God does not want you To eat of this fruit Причина По которой Бог не хочет Чтобы вы этот плод Кушали Потому что He doesn't want you To become like Him. Потому что Он не хочет Чтобы вы стали Как Он. The thing is That Eve was already Like God. Because man was made In the image And likeness of God. Потому что Человек был сотворен По образу И подобию Бога. He was trying To convince her That she Didn't have something That she already had. И Дьявол пытался Убедить Еву Что у нее Чего-то не хватало То, что она уже имела. She was already In the image And likeness of God. She did not need To add any extra thing. She already Was The image And likeness of God. И ей не нужно было Дополнений каких-то. But here comes the devil. Но здесь приходит дьявол. I got something For you. У меня есть что-то Для тебя. It's a mystery. It's a mystery. Secret. Oh, it's so good. Oh, it's so good. Don't believe That God Meant What He said. Не верь То, что Бог Хотел То, имел в виду Что сказал. Let me explain It better for you So, you can understand Your story. And then Eve Began to consider That She began to ponder On what the devil Was saying. Она начинает Перекручивать Все эти слова Которые он говорил. So, you know, Maybe The serpent Is right. And she thinks Наверное Змея права. I'm missing something. I can get something new. I can get something new. Maybe You know It's not that radical. Maybe It's not that radical. God is not that radical. Бог не такой радикальный. If I just eat once It's not going to You know It's not a big deal. If I just eat once It's not a big deal. Just one time. What's the problem? Всего лишь один раз Попробую. After all, you know I'm healing. Ну, я же человек. Just one time. I mean God won't care. Один разочек Всего лишь Богу Не будет Ни этого дела. Trapped her To believe That God Did not really Mean What he said. И дьявол Заставил ее Поверить В то, Что Бог Не говорил. And the moment She ate Of that fruit She was coming Into agreement With Satan. Она заключила Сделку с Салтаной. And there was A curse That came on the earth Because of that. И проклятие Пришло на землю И все, что Бог Сказал Это было Точно Сто процентов Точно То, что Он имел Ввиду. And guess what? The devil Is still Has the same Strategy Today With believers. И дьявол Имеет Эту стратегию До сих пор. Did God Really say That he's Gonna bless you? That he's Gonna bless you? Did God Really say That you are The righteousness Of God In Christ Jesus? That you are The righteousness Of God In Christ Jesus? Did God Really say That the same Spirit Who raised Jesus From the dead Lives inside of you? Бог Действительно Говорил Что тот Дух Который Воскресил Иисуса Измертвых And he'll try To convince you That it is Not like that И он Дьявол Пытается Убедить Что это Это не так Это не так Давайте Бегите Раньше Вы так Не могли Да? Не могла Мне было Очень больно Слава Господу Вот это Да Начинайте Делать То Что Не могли Раньше Как вас Зовут Егэ Егэ Вы откуда? Я здесь В ней Понятно Вы из Норвегии Что у вас Была За проблема 20 лет У меня Была Проблема Со спиной Вот здесь Вы сказали 20 лет Да? 20 лет Проблема Со спиной Сильная Боль Да Временами Было Очень больно Да Временами Временами Сильная Боль А сейчас Что вы Чувствуете? Я Свободен Вы Свободны? Накланитесь Боли нет? Кто Вас Исцелил? Бог Его Исцелил Воздайте Богу Славу Необыкновенное Чудо Какая Нога Была Короче Правая Правая Нога Смотрите Ей нужно Было Носить Такую Вот Набивку На Обувь Из-за Разницы Длины Ног Видите Сами И к тому же Вы ходили С костылем Я помню вас С костылем Только посмотрите Я помню, что когда она сняла обувь Мы увидели, что Нога растет Она сказала, что у нее к тому же сильно болела спина Да Сильно болела И боль была постоянная Она ходила только с костылем Я принимала очень сильное лекарство Она принимала очень сильные обезболивающие И теперь вы видели Как нога выросла О, да Несколько людей были свидетелями того, что ее нога выросла Вы можете сейчас пройтись перед нами? Теперь не нужны никакие костыли Никакие костыли У меня голова кружится от счастья Это помазание У нее голова кружится, но от счастья Она ходила только опираясь на что-то А вы хромали? Нужна была опора Вы опирались на сторону, да? А сейчас? Вот это да! А ну-ка пройдитесь Идите, не смущайтесь До этого я всегда ходила на каблуках, но после травмы уже не могла Здесь находится ее дочь Подойдите к нам Нора Очень приятно Вы все видели? Своими собственными глазами У вас есть что сказать на это? Вы счастливы? Она настолько счастлива, что у нее нет слов И мы воздаем всю славу Иисусу и всю хвалу И то, что Он совершил здесь, Он может совершить и в вашей жизни Не сомневайтесь в этом И мы высвобождаем Его силу на вас Во имя Иисуса Да благословит вас Бог Слава Богу Я верю, что вы получили ободрение в вере Глядя на то, как Бог движется и касается людей Как я люблю помазание Духа Божьего Он приносит невероятные перемены Мы проповедуем Слово, но только Бог может подтверждать Слово Это не что-то, что делаю я Это не от меня зависит Я просто проповедую Слово, а Он подтверждает Своё Слово чудесами и знамениями, которые следуют за Ним Он подтверждал его в I веке И подтверждает в XXI веке Вот почему я так люблю Слово Божие Он всегда готов восполнить нужду Он всегда готов благословить людей Он желает вас благословить Он желает исцелить вас и освободить вас Я знаю, что некоторые люди ставят под вопрос Не силу Божию, хотя есть и те, кто могут сомневаться в ней так же Но многие люди ставят под вопрос желание Бога Благословить людей Исцелить и освободить их Они задаются вопросом Есть ли на это Его воля? Я уверяю вас, на это есть Его воля Для этого Иисус умер на кресте Голгофы 2000 лет назад Он принял раны Его тело было изувечено для вас Его кровь была пролита ради вас Его жертва на кресте была для вас И всякий раз, когда мы проповедуем Евангелие Благовествуем о том, что Иисус взял все на крест Он воскрес и победил смерть Победил ад, победил грех Мы знаем, что Он готов благословлять людей повсюду Я хочу сейчас помолиться о том, чтобы Бог коснулся и наполнил вас Чтобы Он исцелил и освободил вас Давайте помолимся Отец, мы благодарим Тебя во имя Иисуса За всех, кто нас смотрит сейчас Мы молимся, чтобы Твои благословения захватили сейчас всех этих людей И пусть всякое страдание, немощь и мучение Сменится радостью и Твоим пребыванием Я молюсь Тебе о мощном прорыве для всех тех, кто сейчас меня слышит Высвободи свои исцеления и чудеса Я молюсь, Боже, о том, чтобы Твое Царство пришло к тем, кто сейчас смотрит эту программу Чтобы они получили свободу во славу Твою Те, кто пали духом Мы высвобождаем сейчас небес ободрения для них И высвобождаем мир Там, где сейчас буря, там, где дьявол пышет угрозами Я провозглашаю над вами сейчас победу через кровь Агнца, кровь Иисуса Христа Я говорю, победа над вашей жизнью во имя Иисуса Я провозглашаю мир в вашем доме Я провозглашаю исцеление на вашу болезнь и свободу от угнетения Во имя Иисуса Слава Господу Друзья, я хочу вдохновить вас поехать в Бразилию вместе с нами Вы видели рекламу этой миссии? Присоединяйтесь к этой миссионерской поездке Если вы сами не можете поехать, то поддержите этот труд благовестия, сделав свое пожертвование В июне мы хотим послужить 500 семьям в самых бедных районах города Бразилия, столице Бразилии Мы накормим их, принесем им еду, одежду, игрушки Мы будем проповедовать им Евангелие и молиться за больных Я верю, это будет потрясающе Вы можете стать частью этой удивительной работы, молясь о нас и сделав пожертвования Вы увидите результаты Когда мы трудимся, мы снимаем видео, делаем фото, показываем нашим партнерам, что мы делаем по всему миру Поэтому убедитесь, что вы стали частью этой работы Спасибо, что смотрите нас Мы ценим вас и любим Мы молимся за вас Да благословит вас Бог Увидимся в следующей программе Выйдите из зоны комфорта Увидьте Иисуса в действии и будьте частью этого Присоединяйтесь к нам В миссии чудес в Бразилии 2017 С Хермесом Фальком-ладшим и Чарли Шемпом С 1 по 9 июня Вы увидите чудеса Спасение Сострадание бедным А также служение детям Давайте делать историю вместе Зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайтах Адреса которых вы видите на ваших экранах DestinyEncounters.com Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим Распространение Евангелия в народах Исцеление Спасение Чудеса Свобода Увидьте Иисуса в действии Служение «Расцвет пробуждения» с Хермесом Фалько-младшим